Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Как вы знаете, это вторая часть нашего бизнес-канала. Каждый день мы встречаемся в рамках этого эфира с успешными российскими бизнесменами и ведем с ними пристальный диалог. Пристальный, если позволите. Сегодня замечательная тема, как раз тема, касаемая, прежде всего, диалогов различного толка. Тема называется так. Нетворкинг. Нетворкинг. Нетворкинг, да. Что это такое? Как он помогает в бизнесе? Я даже, поскольку не знаю, что это такое, не могу его правильно произнести с первого раза. Но поможет нам сегодня мой гость в студии бизнес-класса Леонид Бугаев, эксперт в области мобильных решений для бизнеса, владелец диджитал-агентства Nordic Agency AB. Добрый день, Леонид. Здравствуйте. Я бы хотел сначала рассказать, что такое нетворкинг для тех слушателей, которые, наверное, тоже спрашивают, что это за слово такое. Есть академическое определение, которое можно разложить по полочкам. Нетворкинг — это взаимовыгодное деловое общение. Вернее, даже искусство взаимовыгодного делового общения. Здесь очень интересное слово «взаимовыгодное», потому что очень часто люди путают нетворкинг с продажами, скажем так. Очень близкие методики лежат в обоих идеях. Но когда вы занимаетесь нетворкингом, ваш первый вопрос, который вы задаете вашему собеседнику, это «чем я вам могу помочь?» Вот такой вопрос я могу вам задать. И, наверное, сегодня у меня огромная радостная возможность поделиться своими идеями о нетворкинге с огромной аудиторией. Потому что многие это делают совершенно естественно каждый день. То есть не задумываясь о том, что это нетворкинг. Да, именно. Очень многие люди, которые приходили, например, на мои лекции, приходят после этого с комментариями, говорят, что мы просто не знали, что это так называется. И в советское время очень большое количество сделок так или иначе решалось на уровне как раз длительности отношений. Когда есть очень важный параметр, который в бизнесе, как правило, не учитывается ни в каких KPI, этот уровень доверия. Представьте, что вы объявили тендер на поставку, предположим, микрофонов в вашу замечательную студию в радиостанцию «Финам.ФМ». И, конечно же, естественным, скажем так, стремлением любой компании объявить ценовой тендер, выбрать наиболее надежного, скажем так, поставщика. Но что, если у вас есть и так уже проверенный человек, с которым вы 20 лет работали, и он вас никогда не подводил? И при этом он тоже занимается микрофонами. Да, и, естественно, он занимается именно тем, что вам в настоящий момент необходимо. Такой человек имеет сразу гораздо более высокие шансы победить, просто потому что вас с ним комфортно, вас с ним связывают определенные отношения. И умение выстраивать как раз отношения таким образом, чтобы в какой-то момент вы поняли, что это тот человек, который вот в данный конкретный момент вам очень нужен, и он у вас есть, это искусство. Это действительно так. Ну, здесь, на мой взгляд, наверное, много проблем сразу возникает. Ну, во-первых, как понять, что это тот самый человек, потому что опыт общения с ним, это ведь, я так понимаю, единственное, что у меня сейчас есть в руках. А потом со стороны это выглядит, может быть, не совсем этично в какой-то момент, что я вместо того, чтобы отдать вот эту задачу на честный тендер, что называется, привожу какого-то своего родственника, знакомого с ним давно. Сразу на меня смотрят, может быть, у тебя что-то там. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, конечно. Слово понебратство, да, сразу вспоминается. Ну, мы говорили за эфиром, да, вот в советские времена, да, это было ругательным, по сути. Но, опять же, это действенная методика решения всех вопросов. Почему? Потому что у вас, предположим, есть несколько человек, но с одним вы уже работали в этой области, предположим, строили недвижимость, занимались вопросами финансирования, и вы знаете его уже. А с другой стороны, приходит кто-то совершенно с улицы. У него есть возможности. В принципе, я являюсь сторонником некой концепции ресурсов, которая объясняет, что такое нетворкинг. Вы можете построить бренд компании, вы можете вложить огромное количество денег в развитие торговой марки, которую люди будут знать и будут говорить. Ну, это же Газпром, предположим. А если вы хотите больше времени инвестировать в самого себя как руководителя, то вы занимаетесь персональным брендингом. И в рекламном рынке так или иначе покупают, в первую очередь, персональю руководителя, который отвечает своей собственной, скажем так, истории на рынке, что все будет вовремя, все будет качественно, все будет хорошо. Я когда начинал строительство своего бизнеса, оказалось, что у меня есть тупик, который мне сразу знающие сенсей подсказали. Мне сказали, Леня, ты когда придешь в какой-то момент к определенным проектам, ты не сможешь уйти в сторону и сложить ручки и пить коктейли на берегу моря. Потому что рекламный рынок — это в первую очередь персонали. — Но они таким образом предупреждали о каких-то дальнейших событиях или они это в упрек вам ставили? — Нет, я просто, я как человек, который знает, чем я хочу заниматься в 60 и 65 лет, у меня есть некоторый план на эту тему, который подразумевает развязанные руки с точки зрения занятий ежедневным бизнесом. Я задавался вопросом, как я могу обеспечить себе неучастие в процессе. И оказалось, что та индустрия, в которой я так или иначе уже вращаюсь в 12 лет, она не подразумевает выхода владельца. Потому что либо вы становитесь действительно огромным монстром уровня таких известных имен, как BBDO, либо вы все равно продолжаете быть яркой звездой лично. И вот это вот отношение к личностям привело меня к необходимости более внимательно задаться вопросом, какие есть инструменты для того, чтобы выстраивать отношения. Все-таки связи — это один из самых важных элементов, помимо, конечно же, денег, времени, энергии и осознанности, понятия, кого вы хотите видеть в своей компании, куда вы хотите двигаться и что вы хотите делать с этим миром для того, чтобы улучшить его с вашей колокольни. У меня есть свое понимание прекрасного. Я хочу делать так, чтобы наши клиенты, например, получали в результате нашей работы лицо в интернете, причем хорошее, интересное, вызывающее доверие лицо. И в тот момент, когда я превратился из арт-директора, такого, который прятался с огромным компьютером и за огромным монитором, и калашматил по клавиатуре в руководителя, я понял, что необходимо развивать то, что мне очень не нравилось. Я по факту, я социопат по-хорошему. А арт-директор, он был в той же компании, да, в которой сейчас руководитель, или кардинально поменялось же? Вы знаете, у меня такая очень интересная карьера, которая начиналась со знакомства с компьютерами, как такой яркой вспышкой в мои 12 лет, и с тех пор компьютер, как техническое устройство, которое ускоряет бизнес-процессы, для меня очень важный спутник в моей жизни. Даже сейчас я не расстаюсь с четырьмя телефонами, потому что они ускоряют мне процессы, и интернет... А зачем их четыре? Вы знаете, когда в одном публикуешь сообщение в Инстаграме, он слишком медленно работает. Во втором я считываю почту, которая, соответственно, в этот момент работает в правой руке. Это всего лишь к вопросу о том, что пока еще все слишком медленно, и не так быстро, как хотелось бы. Есть очень четкий параметр. Если ваша техника работает медленнее, чем ваш мозг, значит, вам нужно инвестировать деньги в апгрейд ваших технологий. Но очень часто, на самом деле, оказывается, что узкое место как раз мой мозг. И когда я осознал, что мне не хватает умения общаться с людьми, располагать их к себе, находить общие точки соприкосновения... То есть я правильно понимаю, когда я был арт-директором, мне не нужно было особенно. Я сидел за компьютером, и все, что мне нужно, там, написать, отправить... Картинки, графические образы, ты общаешься с заказчиком. А вот я стал руководителем, и это просто априори, да, это моя... Вы знаете, наверное, те слушатели, которые этот путь прошли еще 15-20-30 лет назад, они уже и не помнят, как это бывает, но на самом деле у молодых руководителей... Как перестройка вот этого сделать. Да. У молодых руководителей мне очень интересно наблюдать, потому что когда они являются замечательными техническими специалистами, которые знают свою проблематику, они недооценивают важности умения выстраивать все-таки отношения с человеком. На другом конце провода всегда есть кто-то, кто принимает решение. Будь то ваш клиент, либо ваш покупатель, либо ваш, ну, непосредственно корпоративный заказчик. То есть я имею в виду B2C или B2B, так или иначе, есть какой-то человек. Умение слушать этого человека, умение понять, на каком языке он говорит. И как раз это умение понять, в чем его проблема, которую мы с помощью нашего бизнеса можем решить. Вот это, наверное, самое главное, что есть в нетворкинге. Леонид, спасибо огромное. Мы сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях сегодня Леонид Бугаев, эксперт в области мобильных решений для бизнеса, владелец диджитал-агентства Nordic Agency AB. И мы говорим о нетворкинге, что это такое, как он помогает в бизнесе. Леонид уже начал нам рассказывать. Я, уважаемые слушатели, напомню вам. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями. Я с удовольствием держу в руках, Леонид подарил мне... С радостью огромную. С радостью, да, чистого сердца книгу, собственную книгу «Мобильный нетворкинг». Он называется «Как рождаются деловые связи». Вот я хотел бы в этом случае, ну, прежде всего поблагодарить тебя, а потом уточнить, мобильный нетворкинг — это дань времени, да? Нет. Это, с одной стороны, четкое понимание, что тема нетворкинга, конечно же, уже звучана такими гуру, как Кит Феррацци, например, с которым мы знакомы. Он переезжал в прошлом году с своим мастер-классом на нетворкинг, да и в Москве. Но я понимаю, что за прошедшие 15 лет изменилась культура общения. Я, например, 80% времени общаюсь с помощью электронных устройств. И это как раз та мобильность, которая очень радует с точки зрения того, что вы можете быть на связи с вашими клиентами и с вашим центром управления полетов, да, с вашими подчиненными, например, как у меня, постоянно. Это мобильность, которая очень нужна руководителю, потому что большинство проблем, с которыми я сталкиваюсь как генеральный директор компании, это замедленность решений, которые нужны в бизнесе как можно скорее, и проблема сарафанного, даже нет, не сарафанного, испорченного телефона. Вот технологии, которые, соответственно, перевели в какой-то момент почту в мобильный телефон, смс, множество разных коммуникаций, начиная от скайпа и заканчивая вайбером и другие-другие штуки, они ускорили наше общение, но в результате вымывается качество общения. Если я хочу установить действительно хорошее, качественное отношение, вот как мы сейчас с Олегом сидим и разговариваем по душам, видим друг друга и понимаем степень нашей реакции, смотрим друг другу в глаза, видим реакцию, это настоящее общение, как оно должно быть. В ситуации с общением на ходу, вот именно в мобильном общении, вы не видите реакции собеседника, у вас есть эмотиконы, это смайлики, которыми, конечно же, можно что-то изобразить, но в результате качества вашего первого контакта я могу подвергнуть сомнению, потому что вы можете нарисовать себе замечательного общительного Леонида, а он в этот момент сидит с синяками, предположим, да, и измучен после пробежки в... У меня в воскресенье марафон первый в жизни, поэтому я так все время сфокусирован в спорте. В это вот будущее воскресенье? Да, в это, буквально 15 сентября. И вы себе рисуете какую-то картинку, которая в результате может не совпадать с портретом вашего собеседника. Более того, я всегда и в своей книге пишу про важность первого контакта, потому что если вы даже нашли электронную почту генерального директора той компании, которая вам отчаянно нужна как партнер, вы можете ему написать, вы можете представиться, вы можете получить рекомендации от ваших друзей, которые знают этого человека, но ничто, кроме действительно живого рукопожатия, взгляда и дальнейшего разговора в настоящей жизни не смогут развить ваши, то, что я называю, именно крепкие отношения. Поэтому нетворкинг начинается все-таки со встречи. А я, с одной стороны, очень сильно копаю себе могилу, потому что я вот как активный гаджетоман пользуюсь такого рода устройствами. У меня 5000 друзей в Фейсбуке, которые в какой-то момент забирают меня из жизни реальные. То есть я начинаю сидеть, действительно, уткнувшись в телефон. Вы можете видеть маленькие-маленькие, знаете, такие расточки этой тенденции. Вот сейчас у меня бывают такие форточки выхода в народ. Я чинил машину, поэтому два дня мотался в метро и смотрел на то, как люди живут. За вот это время люди обзавелись планшетниками. И они сидят, читают книги, начиная от устройств Pocketbook, которые дешевые черно-белые в метро читают, и, собственно, айпады, которые люди точно так же перелистывают, показывают. Я заглядывал за плечо соседа, который вот показывал своему другу фотографии. Рыбалка Астрахань, он как раз с этого устройства это все показывал. Подсвеченные снизу лица людей, которые уходят в это устройство, для меня признак того, что они не готовы общаться в настоящий момент в реальном мире. И у меня есть... Подожди, они не готовы, почему? Потому что у них есть это устройство? Потому что... Объясню. Потому что там, в экране этого устройства, в настоящий момент, происходит какая-то бурная, кипучая деятельность в социальных сетях. Которая заменяет имущество? Да, которая так привлекает их, потому что там постоянная смена каких-то текстовых заголовков, картинок, интересных событий. Что статика, скажем так, монотонность, относительная такая монотонность простого, неспешного человеческого общения в какой-то момент воспринимается, особенно детьми и молодежью, как скучно. И они уходят очень быстро в эти устройства. Меня натолкнули на размышления об этом люди, которые спросили меня в Ярославе. Я приезжал на сессию к молодым предпринимателям, учил их, как пользоваться этим устройством. Они сказали, Леонид, но вы же их выдергиваете из настоящей жизни. Я задумался. Действительно, наверное, мобильные устройства, с одной стороны, помогают нам, ускоряют наши бизнес-процессы, позволяют мне жить в Таиланде какое-то время, отдыхать в Одессе и приезжать сюда только подписывать договора в конце. Процесс идет, что называется. Но точно так же я понимаю, что мой сын, которому сейчас один год и шесть месяцев, через какое-то время будет полностью сидеть там и говорить, папа, не мешай. Причем непродолжительное время, что страшно. Он вот только-только немножко себя поймет, поймет окружающих, ты купишь ему смартфон и все. Он уже тягает их, в общем-то. Ну, учитывая, что у тебя их четыре штуки, конечно. И нетворкинг, на самом деле, это моя возможность все равно вернуться в качественно правильные, как я их называю, отношения. Я не хочу быть ретроградом или не хочу говорить о том, что вот раньше земля была круглее, а солнце было теплее. Сейчас мы живем в огромном интересном мире, в котором количество тех событий, которые происходят на единицу времени, позволяют мне знать, что бывает в Бостоне, какие интересные выставки проходят в Милане, и как поживает мой замечательный друг и учитель Денис Кудряшов, который переехал на Бали два с половиной года назад, и у него сейчас появился сын. И я искренне интересуюсь этим, захожу к нему на Facebook, читаю это, и мы на связи. Но вот это состояние на связи с людьми, с которыми у меня есть история, багаж отношений. А в бизнесе это то самое важное, что должно быть у вас. И люди искренне считают, что написав письмо человеку, которого никогда не видели, никогда не знают, они имеют какое-то право украсть у него время. И это хуже того, это не работает, особенно если человек ценит свое время. Начиная с какого-то определенного уровня, я заметил, что все успешные руководители, которые начинают действительно быть, скажем так, востребованными, они начинают очень четко относиться к своему времени, как деловому, так и личному. Потому что очень часто это пересекаемые, скажем так, конструкции. И попытка сказать, что а давайте мы с вами пойдем чайку попьем, может быть завтра, может быть послезавтра. Сейчас я уже понимаю, какой я был идиот, например, два года назад, когда я точно так же предлагал вот такого рода конструкции. Потому что я понимаю, что у меня сейчас график на две недели вперед. У меня есть задача пробежать марафон, а до этого уехать в Питер с лекциями по мобильным технологиям, вернуться в полночь ночью и еще успеть с ребенком пообщаться. И любое такое обращение к занятому человеку, оно, это знаете, как два разных устройства, которые не совпадают по разъемам. Вы пытаетесь понять, что здесь не так. Они не попадают или они конфликтуют все-таки? Даже плюс на плюс отталкиваются, в общем-то. Почему? Потому что человек, у которого в какой-то момент он понимает, что деньги — это всего лишь производная тех процессов, которые он должен успеть в течение 24 часов, он начинает относиться к единице своего времени очень внимательно и осознанно. Здесь я могу вспомнить, наверное, людей, у которых я сейчас учусь, вот действительно у моих гуру и сенсеев, учителей, они говорят, что они бьют час, который существует в жизни, вот рабочий час, на такие блоки, как 15 минут, но более того, они начинают делить это на 7,5 минут. Более того, стоит задача, чтобы подчиненным в дальнейшем хватало этого времени на то, чтобы озвучить проблему деловую, например, и предложить решение. Соответственно, функция руководителя в этот момент, например, очень четко сэкономить себе время таким образом, чтобы человек ушел с пониманием, куда ему нужно двигаться дальше. Это, с одной стороны, минус в нетворкинге, потому что ты не понимаешь, чем живут люди. Леонид, прости, пожалуйста, мы сейчас прервемся, а потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы — нетворкинг. Что это такое, как он помогает в бизнесе. У меня в гостях Леонид Бугаев, эксперт в области мобильных решений для бизнеса, владелец диджитал-агентства Nordic Agency AB. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Леонид, ну, смотри-ка, вы говорили о мобильном нетворкинге, хотя все-таки, да, нетворкинг — это рукопожатие, что называется, физическое непосредственное общение. И вот я хотел бы от тебя услышать рассказ о том, а что такое известная теория шести рукопожатия, как она выглядит. Она сейчас уже не работает. Это теория, которая была до, даже до мобильного телефона, по-хорошему. Потому что эта теория звучала следующим образом. Я могу выйти на президента Барака Обаму, используя связи тех людей, с которыми знаком я, которые в свою очередь знакомы с кем-то еще, в которой в свою очередь знакомы с кем-то еще. Но, если честно, недавно у меня была очень интересная бизнес-задачка. Знакомая спросила, есть ли у кого-то контакты Олега Тинькова. А знакомая спросила где-то, в интернете? Да. На Фейсбуке. Да. Я сразу вспоминаю, понимаешь, там вот максимальный перепост обычно, да, ребята говорят, вот теория шести рукопожатий. Хотя ты говоришь, она не работает. Но так или иначе, я понимаю прекрасно, что Олег Тиньков — это человек, который показательный. Он сидит в Твиттере, он пишет сам, собственно, со своего телефона, и выйти на него не представляет никакой проблемы. То есть это вот концепция той самой мобильности, которая мне так нравится. Мир становится плоским с точки зрения того, что любые припоны, которые были до этого, в какой-то момент вы можете чисто теоретически миновать и написать сообщение, скажем так, какое-то электронное сообщение человеку, который его с определенной долей вероятности прочитает. Но, опять же, мобильный нетворкинг — это как раз про то, что он с этим будет делать. Потому что прочитанное сообщение — это не значит, что оно нашло отклик, что человек сказал, да, это интересная задача, я хочу в ней участвовать, давайте я вам помогу. Потому что, ну, откройте свой почтовый ящик, и вы все поймете. У вас, наверное, точно так же с то с чем-то сообщений, у меня их бывает 400 в сутки, не считая тех текстовых, скажем так, отвлекающих вещей, которые происходят в телефоне из разряда «Оцените, пожалуйста, новый сервис» или «Поставьте лайк». Я говорю как раз про человеческие, скажем так, сообщения, которые приходят от людей. И дальше будет хуже. Я сознательно сейчас моделирую у себя в телефонах то состояние белого шума, которое среднестатистический руководитель получит через 5-7 лет. Почему? Потому что сейчас они, как правило, не настолько интернетизированы. Я имею в виду традиционный бизнес, который все равно строится на отношениях с людьми, с людьми, которые вызвал человека на ковер, скажем так, да, устроил ему взбучку, отправил его, иди работай дальше. Вот следующая встреча, там, полчаса поговорить, все-таки есть возможность пообщаться. Но в дальнейшем мы столкнемся с повышенной мобильностью ключевых сотрудников, которые будут не то что требовать, они будут сразу условием своего поступления на работу. Говорит следующее, я хочу работать с ноутбуком, не ходить в офис, и мне нужна свобода принятия решения в области той или иной специализации. Мы это видим сначала на примере дизайнеров, как технических специалистов, но в дальнейшем те люди, которые не привязаны к станку и к производству, будут обретать новую степень свободы, которую мы видим, опять же, в журналистике, в программировании, в дизайне, в коммуникациях. Айтишники зачастую могут не ездить в офис, они могут у себя уже полностью как бы настроить все удаленное, и в том числе финансы, например, позволяют это делать. Это приводит к нас к тому, что даже те люди, которые рассчитывали на глубину отношений такую, знаете, человеческую, они будут вынуждены учиться и скайп открывать, и почту писать, и даже смс-ки, в общем, сокращать то, как это делает мой младший брат, например. Это специальный особый язык, который я тоже не понимаю. Это, с одной стороны, ускорение процессов, с другой стороны, как я и говорил раньше, обеднение нашего вот такого богатства, которое в итоге у меня есть, а у кого-то оно будет быстрым, его будет много, вот с точки зрения количества. Ну, о богатстве мы как об общении говорим все же, да? Вы знаете, для меня контакты, мои контакты для меня это, наверное, самое ценное, что у меня есть в бизнесе, потому что это те люди, которым я безумно благодарен за то, что они по-прежнему дают работу мне и моим сотрудникам, они доверяют нам, и они делают это на протяжении последних 10-12 лет. Тогда, когда я еще был наемным фрилансером, а сейчас я уже, соответственно, масштабировал эту задачу, и мы решаем ее большим количеством умных голов, голов, рук, и в том числе больших мониторов, вакуумов и других интересных технических штук. Но отношения наши, они были тогда, и они были выстроены как раз лицом к лицу. Вот это умение человека все-таки прийти и сказать, ну, наконец-то ты пришел, расскажи, как дела, просто расскажи, как дела. Умение выслушать в нетворкинге является невероятно важным. По мне, можно, наверное, сейчас не поверить, что я умею слушать, это приобретенный навык, но я иногда замолкаю, и действительно... Ну, нет, сейчас у тебя другая задача, наоборот, тебе нужно рассказывать, рассказывать, рассказывать. Да, мне нужно, как можно, большое количество информации все-таки поделиться с нашими слушателями, для того, чтобы они поняли, как важно все-таки пользоваться инструментами нетворкинга. Мне кажется, что можно рассказать какие-то базовые тезисы, чтобы они смогли попробовать буквально на своей ежедневной деятельности, как это работает. Как это работает. Нужно относиться к человеку, который появляется на горизонте, не как к носителю каких-то тендерных заявок. Ну, то есть мне от него что-то нужно, вот не такой должен. Это то, что называется доллары в глазах, это то, что в какой-то момент будет видно в ваших глазах, то, что вы от человека что-то хотите. Я, вы знаете, поддерживаю отношения, естественно, с огромным количеством людей. Это могут быть и студенты в высшей школе экономики, и в РМА, в котором, ну, в заведении учебном, в котором я преподаю. Но я большее количество времени, конечно же, инвестирую в общение с теми людьми, которые мне интересны, и у которых есть то, что я называю перспективой потенциал. Причем это могут быть, естественно, как коммерческий потенциал, как клиентов. Но с другой стороны, вы удивитесь, люди, которые иногда, вот которым ты идешь с пониманием, что они могут стать как бизнес, дальнейшим интересным проектом, оказывается, что эти люди гоняют на мотоциклах, с ними прикольно, они катаются на яхтах. Ну, то есть еще какой-то у них потенциал открывается неожиданно, да? Да, и ты попадаешь в тот мир, который тебе был до этого незнаком, и ты говоришь, слушайте, а я тоже так хочу. Они говорят, да ерунда, пошли завтра прыгать с парашютом, и все. Ну, вот, и ты внезапно сидишь в самолете и боишься. Забавно, мне кажется, я предположу, да, что сразу вот эта изначальная задача, она отходит на второй план. Ну, я же шел к ним как к неким потенциальным бизнес-партнерам, потом оказалось, что у нас есть духовная близость, мы забыли на какое-то время о том, что надо еще... И, само собой, это уже через какое-то время может появиться. Да, по-хорошему очень часто ты находишь общий язык с человеком, который тебе более важен, нежели... Вот, даже ты начинаешь его ценить настолько, что ты говоришь, слушай, давай мы не будем с тобой работы работать, потому что если мы с тобой, не дай бог, найдем какие-нибудь неприятности в ходе проектов, то мы же потом с тобой поругаемся, и это будет конец отношений. Есть такие люди, с которыми я вот именно таким образом поддерживаю отношения уже... И по этой причине ты с ними... 15 лет, и сознательно продолжаю по-прежнему отказываться от тех... Это очень сложно, на самом деле. Ты хочешь помочь человеку, но ты понимаешь, что это... Что важнее для тебя? А всегда взаимопонимание здесь? Потому что ты-то в нетворкинге человек... Да, собаку съел, что называется, а там могут не понять... Правила нетворкинга, на самом деле, главное. Это, во-первых, спросить, чем я могу помочь, а с другой стороны, шаг номер два, это постараться помочь, но опытом и связями с другими людьми. Если я могу сделать креативную работу, то это значит, что при этом у меня есть 10-15 организаций, с которыми я так или иначе вступаю в конкурентные отношения, но у меня всегда есть контакты тех людей, которых я с радостью советую, рекомендую. И в мобильной разработке я пытаюсь соводить людей друг с другом. И это принцип нетворкера номер один, по-хорошему. И делать не... Не делать всю работу самостоятельно. Пытаться связать тех людей, у которых есть возможность реализовать то или другое. Вот ко мне приходит, например, компания, которую я очень уважаю и люблю, Google, и спрашивает, есть ли у меня истории успеха в мобильной разработке с точки зрения цифр. Я начинаю бегать по рынку как с огромным плакатом, с вопросом, люди, дайте мне, пожалуйста, интересные истории, которые я могу рассказать, и передать их, в свою очередь, компании, которая в этом нуждается. Потом Google об этом рассказывает на своих конференциях, и мне больше ничего не надо, по-хорошему. Я доволен, потому что я свел людей, которые хотят рассказать об успехе, с людьми, которые просто еще не научились об этом хорошо рассказывать. В результате появляется понимание, что вот есть Леонид, который связывает людей. И ко мне начинают приходить, опять же, представители из московского правительства, которые говорят, слушай, мы там как-то краем уха слышали, что у тебя есть контакты в Google. Можешь ли ты нас познакомить с их представителями в проекте Google карты? У нас есть проект, который предназначен для уничтожения пробок. Я говорю, слушайте, это моя мечта. Я хочу сделать так, чтобы в Москве никогда не было пробок. Я хочу делать это бесплатно, постоянно и системно. Я единственное, что хотел бы уточнить. Вот этот конкретный пример. Люди из московского правительства обращаются к тебе, что и так далее. А профит где? Да, да, да. Нелогично, что люди из московского правительства сами пойдут непосредственно, обратятся в Google, я думаю, что уж там-то обрадуются этому врачу. Мне кажется, что зачастую, вот это как раз к вопросу, который мы в самом начале передачи подняли, про психологию людей, которая отстает от технологии. Технологии существуют. Выйти на связь, найти контакты. Не проблема. Не проблема. Но люди по старинке действуют теми методами, которые им понятны, и они отстают от развития технологий. Просто скорость обучения чуть-чуть не поспевает. Я знаю, сейчас вдруг о чем вспомнил, но это, конечно, уже, что называется, много раньше, да, такие времена бытовали. Вот, мне показалось, что это корректно. Смотри, раньше невозможно было, да, двум незнакомым людям просто прийти и познакомиться, даже если они встретились лоб в лоб, да. Давайте вот нас кто-нибудь представит сначала, да, тот человек, которого я знаю, которого ты знаешь, и вот это будет правильно. Похожа эта схема примерно? В нетворкинге это называется правило лондонского... Не случайно с этим лондонского, да. Вот лондонского знакомства, я это так для себя пытаюсь назвать, внутренний язык какой-то, который определяет эти правила. Если я могу, скажем, воспользоваться рекомендацией человека, с которым мы знакомы оба, то это работает на более сильное доверие. И я всегда пытаюсь найти такого человека, потому что, объясню, человек, который прибегает и говорит, любите меня, дружите со мной, я весь такой хороший, не сопоставим с человеком, о котором говорят, вот он человек, которого вы искали, я рекомендую, у нас с ним есть история отношений, прислушивайтесь, пожалуйста, к нему, у него есть интересные мысли. Отношения совершенно по-разному в этот момент к одному и тому же человеку. Поэтому правила, которые я рекомендую, опять же, использовать руководителю бизнеса, когда он начинает искать, вот посмотрите свою записную книжку с точки зрения не прямой контакт, а кто меня может познакомить с этим человеком и кто меня может представить. Зачастую это более долгий путь, но это более эффективный путь для знакомства и выстраивания отношений. Именно поэтому я всегда рад, когда ко мне обращаются люди. Вы знаете, начинаются вопросы такого морального порядка, потому что приходят, конечно же, люди, с которыми я абсолютно никак не знаком в тех же социальных сетях и говорят, вы знаете, Леонид, мне очень-очень нужно, я вот хочу поздравить человека с днем рождения, а дайте мне, пожалуйста, его домашний адрес. И вопрос, как я могу дать такого рода личную информацию, если я не знаю глубину отношений этих людей, очевидно, что у них ноль в копилке их отношений, могу ли я давать такую информацию? Это вечная проблема. И я стараюсь... Для себя, да? Я стараюсь поставить себя, опять же, на роль этого человека. Хочу ли я, чтобы в три часа ночи ко мне внезапно пришел кто-то... Сейчас еще раз новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Последние, к сожалению, 12 минуточек у нас осталось. Напомню, мы сегодня говорим на тему нетворкинга, что это такое и как он помогает в бизнесе. В гостях в студии бизнес-класса Леонид Бугаев, эксперт в области мобильных решений для бизнеса, владелец диджитал-агентства Nordic Agency AB. Ну и еще раз я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Еще такой вопрос, вот как я слышал, нетворкинг делит на два течения, позитивный и негативный даже такой есть, в чем их отличие? А скорострельность второго и его, ну вот бывает, черная сторона силы и белая сторона силы. Мы говорим сейчас, что... То есть задача решается одна и та же, да? По большому счету черный нетворкинг это манипулятивная техника, когда вы втираетесь в доверие к человеку, не в желании помочь ему. Ну, я искренне настаиваю на том, что нетворкинг как инструмент... Главное, чем я могу помочь. Чем я могу вам помочь. Люди, которые задают этот вопрос, не всегда преследуют как раз вам помочь, да, потому что ты мне, я тебе все-таки... С другой стороны, можно спросить себя, что такое взаимовыгодное сотрудничество деловое. Это как раз то, что спрятано в определении нетворкинга. Если я в какой-то момент пойму, что мною пользуются, я как человек, который воспринимает это как естественность этого мира, себе поставлю одну галочку в записной книжке относительно этого человека, а потом вторую. Спустя какое-то время я просто перестану с ним общаться. Это меня не смущает. Это на случай того, что нет взаимовыгодности в сотрудничестве все же, да? То есть мною пользуются, а я воспользоваться этим человеком не могу. Да, но с другой стороны, ты понимаешь, что не все нужно выстраивать вот настолько ровно в лоб, и как сравнить? Вот смотрите, для меня очень интересным показателем, опять же, ценности каких-то услуг является несравнимость в нетворкинге. Когда шла рекламная пауза, я улыбался, потому что два ролика, которые прошли, это мои замечательные друзья, с которыми я знаком лично. Северная башня, передаю привет Павлу Гниломедову, который работал пиар-менеджером этого проекта, и яхтенный проект, который тоже у меня есть человек в телефоне, просто чтобы это не звучало как рекламы, перестану упоминать. Нет, нет, это мы в теме как раз, да? Вот что называется. Павел недавно ко мне пришел с вопросом совершенно нормальным человеческим. Помоги мне с поиском нового интересного проекта, в который я могу уйти, прыгнуть в него, и заниматься им с тем, с той энергией, задором, вот как я знаю Павла, потому что он действительно искренний человек. Я тут же по звонку нашел ему контакты тех людей, с которыми он мог бы повстречаться, и попросил их уделить время этому очень интересному человеку. Для меня это две или три минуты времени, которые я потратил буквально, для меня это радость. Как сравнить это с тем, что мне что теперь от Паши ожидать? Да, да, да. Не знаю, замечательный чан с пломом, который он готовит каждый год, например, летом. Нет, никогда в жизни не буду требовать этого. Поэтому нетворкинг хорош тем, что вы тратите то, что у вас и так, у вас его достаточно. Это сила контактов, которые развиваются в том случае, если вы начинаете ими делиться. Многие сидят как собака на сене на своей записной книжке и считают, что только они обладают контактом, который может решить судьбу данного проекта. Я стараюсь объяснить этим людям, что в современном мире можете помочь вы, а могут обойти вас как совершенно естественное препятствие, которое огибает вода, например, вот таким вот образом. И лучше, чтобы все-таки помогали, наверное, вы, потому что в этом случае вы зарабатываете себе историю отношений, которую в дальнейшем вы можете применить, а можете и нет. У меня есть люди, с которыми я, сделав что-то для них хорошее, не вспоминаю об этом в течение 6-7-8 лет, а потом вспоминаю, возвращаюсь к ним. Вы знаете, для меня огромная радость и удовольствие видеть ту степень соучастия, которую они отдают в свою очередь. Хотя это была там какая-то маленькая помощь с моей стороны, совершенно несопоставимая, но они сейчас помогают мне настолько искренне, что для меня это огромный источник вдохновения и желание поделиться этим инструментом в дальнейшем. Потому что студенты спрашивают, ну как же так, я должен там инвестировать огромное количество своего времени в общение, в дружбу, в выстраивание отношений? Говорю, да, да, да. Это действительно так. Но если вы хотите в 40, 50 или 60 лет знать, что любые финансовые вопросы вы можете решить не с помощью банков и кредитов, а с помощью звонка вашему другу, то, наверное, сейчас имеет смысл об этом позаботиться. Вот я сейчас дошел до такого уровня состояния дел, когда я могу очень многие вопросы решить буквально в течение 10 минут. И я не хвастаюсь этим. Меня вот ткнул носом в неймдроппинг, скажем, в бросание имен красивых Кейт Феррадзе, который со сцены сказал, вы знаете, вот у нас в Америке не принято, например, хвастаться с знакомством с большими людьми. Я в тот момент имел неосторожность упомянуть нескольких людей, с которыми я имею честь, скажем, дружить и общаться. И я с тех пор стараюсь, опять же, говорить, что любой человек — это удивительная вселенная. Вы никогда не знаете, где вам может потребоваться помощь. Существует правило, которое называется «сила слабых связей». Это те люди, которые когда-то сначала вышли в вашу область интересов. Вы познакомились с ними, пообщались, а потом они куда-то ушли просто потому, что вы не поддерживали отношения. Вот как раз эти люди вам могут в очень многих вопросах помочь, если вы просто озвучите то, что вам нужно и в чем вам нужна помощь. Потому что за то время, пока вы не общались, эти люди могли изменить свою жизнь. Они могли уйти совершенно в другую область бизнеса. Они могли стать другими. Они могли совершенно другими. Они могли, в конце концов, быть хранителями той самой вот нужной вам. Лёнь, они могут обо мне не вспомнить, или, по крайней мере, да, я когда о себе напомню, они могут вот, сказать, какое-то у них отношение другое. Верно, да. Это, опять же, вопрос к доверию. У меня был очень интересный бизнес-кейс совершенно недавно. Ко мне подошел стремительный мужчина с канистрой и попросил у меня бензина. А я, как человек, который ездит на дизеле, к сожалению, не смог ему помочь, потому что, ну, вот у меня дизель, что я могу сделать? Он мне объяснил, что у него какие-то ночные хулиганы слили весь бензин из машины, и он не может даже уехать, и у него, к сожалению, нет денег, потому что там как-то так. И знаете что? Я вот включил историю своих отношений на дороге. У меня три года назад была очень неприятная история. Сломался автомобиль настолько вот плохо, что я не знал, как его вообще сдвинуть с мертвой точки. И ко мне подъехал водитель на Самаре, и 200 километров после этого он меня по трассе вез, натащил. Я с тех пор сказал себе, я не знаю, как я могу отблагодарить этого конкретного человека. Мы, к сожалению, не обменялись телефонами. Но в той ситуации, в которой я смогу помочь такому же человеку, я постараюсь отблагодарить. Это мое стремление теперь помогать первым. Это, мне кажется, тот самый плюс в карму, которому... Безусловно, да. Я тоже хотел сказать, что это такое. Знаете, у меня была такая история, и уже не единожды, когда я вижу, что люди заглохли, например, просто забыли где-то заправиться или что-то. Вот я достаю свой буксир, в общем, из багажника, тащу их до ближайшей автозаправки, и иногда опаздываю на встречи, но я считаю, что оно того стоит. Да, да, вот это тонкий момент. Я даже чуть, если можно вернусь чуть раньше, вы говорили о том, что формирование каких-то, может быть, даже случайных, да, знакомств, оно в будущем, естественно, может совершенно неожиданно, да, помочь и сработать, может, неожиданно. Но в каждый конкретный момент вот ты мотивируешь себя чем, да, вот я, так сказать, попытаюсь смоделировать, либо я сейчас помогаю этому человеку именно потому, что, а вдруг, когда-нибудь через какое-то время, да, и мне от него удастся что-то получить, либо я это делаю, так сказать, просто потому, что вот я считаю, так делать надо. Вы знаете, я поклонник осознанности, это один из самых сильных ресурсов, которые должны быть у вас. Вы должны понимать, зачем вы это делаете. Хотел бы я говорить, что любые вещи я делаю просто так, да, в своей жизни. Но это неправда, да? Это неправда. Сейчас, как человек, который очень ценит конечность времени как ресурса, я понимаю, что мне, по большому счету, осталось в среднестатистическом возрасте мужчины в России, который заканчивает жизнь в 66, мне осталось меньше, чем полжизни. Поэтому любой мой поступок, так или иначе, я соизмеряю с вот этим параметром, и понимание того, что я хочу получить от этой жизни, оно постоянно со мной. Это, с одной стороны, наверное, очень неудобная штука для тех людей, которые хотят творить добро абстрактное, но для меня важнее творить добро более конкретное, которое соизмеримо с уровнем возможности увидеть результат. Знаете, как человек, который когда-то себе сказал, я хочу видеть каждый вечер результат своей работы так, чтобы мне было за него не стыдно. И у меня была очень большая интересная ломка, когда я перешел в категорию как раз из дизайнера в руководителя, и когда я перестал видеть этот результат своих действий. Потому что ты, когда нарисовал красивый дизайн сайта, ты понимаешь, вот он, твой продукт. А когда ты каждый день общаешься с людьми, то ты задаешься вопросом, а где же это? Но в нетворкинге ты это начинаешь чувствовать гораздо быстрее. Объясню почему. Мы в субботу провели корпоративный тренинг по нетворкингу для промсвязь банка, и уже в понедельник нам вместе с моей помощницей Полиной три человека из нашей группы обучения написали, как они почувствовали результаты этого обучения и сказали спасибо. И вот это круто, это замечательно, это здорово. В этот момент ты понимаешь, что ты можешь сделать еще, еще, и тебе хочется, и ты понимаешь, самый главный вопрос, для чего ты это делаешь. То есть опять возвращаясь к твоим словам, это не добро в абстрактном смысле этого слова, очень многие формулируют это так, не понимая, о чем речь. Абсолютно прикладная штука, что называется. Вот я сделал это, и вот он... У каждого руководителя, который, опять же, достигает определенного уровня, есть какая-то картина идеального мира. Я не исключение. У меня это мир, в котором нет пробок, в котором люди понимают, что они зарабатывают деньги для того, чтобы проводить это время с семьей. Они повышают свой уровень мобильности, путешествуя не два раза в год, а четыре. Прости, пожалуйста, спасибо тебе огромное. Леонид Бугаев рассказывал сегодня о нетворкинге. Я надеюсь, было это очень интересно и доступно. Всего хорошего, успехов в бизнесе.